Да, и опять же, в случае примеров с Санта-Клаусом или Чайником, это снова необоснованное смешение категорий, потому что это вещи внутри материального мира, и мы ожидали бы увидеть свидетельства их существования, если бы они были, то есть, допустим, Санта-Клаус или Чайник, но Бог – это другая категория, то есть это не то, что внутри этого мира. Более того, это, собственно, повторение аргумента «красные авиаторы по небу летали, и нигде ни ангелов, ни Бога не видали». Небо осмотрено внутри и снаружи, и нигде ни Бога, ни ангелов не обнаружен. Ну и прочие вот эти агитационные все стежки, я их еще застал, действительно предполагают, что Бог является объектом. То есть это не всемогущий творец, трансцендентный творец мироздания, а какая-то штука в этом мире, которую вы, в принципе, можете увидеть. Самый известный теист в мире Ричард Доггинс не так давно написал новую книгу с критикой религии, в этот раз, как он сам назвал ее упрощенной версией его бестселлера «Бог как иллюзия». И эта книга недавно совсем вышла на русском языке, и поэтому мы сегодня решили выяснить, насколько обоснованными являются аргументы, которые изложил он в своей новой книге Ричард Доггинс. Меня зовут Михаил Бакумов, я представитель служения «Разумная вера в Евразии», и вместе со мной сегодня Сергей Львович Худиев, известный христианский апологет, писатель, богослов и также радиоведущий Сергей Львович. Здравствуйте. Добрый вечер. Рад, что мы снова собрались. Я думаю, наши зрители помнят, что Сергей Львович уже несколько раз был на нашем канале, и он также участвовал в дебатах на нашем канале и также отвечал на наши вопросы. И сегодня он также будет с нами вместе рассуждать на эту новую тему, посвященную анализу книги Ричарда Доггинса. Это рубрика «Разумная вера и реакция», и в этой рубрике мы анализируем популярные новинки, популярные книги, видео, материалы, которые выступают против христианской веры. Итак, говоря в общем, на самом деле я прочитал эту книгу на прошлой неделе буквально, когда она только вышла на русском языке. Сергей Львович прочитал ее еще на английском языке, насколько я понимаю, верно? Да, да. Сергей Львович… В счету того, как ее перевели, я предвидел, что ее точно переведут, потому что это очень популярный в определенных кругах автор, и поэтому я читал еще по-английски. Да, то есть Сергей Львович провел некое пророческое в этом служении, хотя… Я даже написал серию статей, они лежат на азбуке веры «Перерастая Докинза». Вот Сергей Худеев, «Перерастая Докинза», вы можете просто загуглить и найдете. Да, да, и я оставлю ссылку на эти статьи в описании к этому видео, поэтому вы сможете их посмотреть. Очень хорошая критика, и я думаю, это будет основа для наших сегодняшних рассуждений. Я прочитал эту книгу, я читал предыдущие книги Докинза «Бог как иллюзия», я читал и «Слепой часовщик», и «Самое великое шоу на земле», то есть самые разные книги Ричарда Докинза, и, честно говоря, я не совсем впечатлен вот этой книгой, потому что прошло уже 13-14 лет, в общем, с выхода книги «Бог как иллюзия», но аргументация вот буквально та же. И меня даже больше впечатлила «Бог как иллюзия» аргументация на самом деле, чем «Перерастая Бога», то есть. И складывается впечатление, что Ричард Докинз вообще не взаимодействовал с критикой, просто вообще, потому что некоторые аргументы, которые он проводит, они буквально ошибочные. То есть это не просто его мнение, которое может быть разным у разных философов, но это просто ошибочные аргументы. И сегодня мы будем об этом говорить. И опять же, Сергей Львович написал критику этой книги, и вы можете посмотреть, там она буквально идет по всем основным аргументам. В этой рубрике в сегодняшнем эпизоде я выделил таких шесть категорий возражений, основных, которые Ричард Докинз выделяет в своей книге. И, разумеется, мы не сможем там пройти тщательно все его аргументы, но вкратце мы рассмотрим основные из этих шести категорий аргументов. Хорошо, начнем с первой категории, которую я назвал просто «Философские возражения» или «Возражения общего характера». Я буду зачитывать цитаты из книги Ричарда Докинза, и потом мы будем об этом с вами рассуждать. Итак, первый аргумент можно назвать так. Ты тоже атеист, просто я верю на одного бога меньше. На странице 14 Ричард Докинз пишет. «Естественно множество греков и римлян полагали, будто их боги реально существуют. Молились и приносили им в жертву животных, благодарили богов за удачу и обвиняли их, когда что-то дошло не так. Откуда мы знаем, что эти жившие в эпоху античности люди забуждались? Почему теперь никто не верит в Зевса? Точный ответ нам неизвестен, но большинство из нас уверенно согласится с тем, что по отношению к вышеперечисленным древним богам все мы – атеисты. Атеистом называют того, кто верит в бога или богов, а атеистом – того, кто в него не верит». Итак, начнем с этого очень популярного аргумента, который Докинз продолжает почему-то цитировать. Сергей Львович, что вы думаете по этому поводу? Ну, просто атеизм – это определенное мировоззрение, и вы не можете быть атеистом по отношению к тому или иному отдельно взятому богу. Атеизм – это определенная картина мира, согласно которой сознание вторично. То есть это материализм. Это то, что еще называют физикализмом. И вот очевидно, что все древние язычники не были материалистами. Они считали, что в мире есть определенный лад, определенный порядок, у человека есть определенные обязанности. То есть люди верили в том, что мир осмыслен. В том, что у мира есть определенная цель, предназначение, у человека есть определенный порядок, определенная надежда. То есть они исходили из того, что вот такие большие вопросы, о которых говорил Мануил Нашкант, что я могу знать, причем знать не в плане физических знаний, знать о моем положении в мире. На что я могу надеяться, что я должен делать. Они всеми этими языческими культурами, они полагались осмысленными. И на их по-разному отвечали. Да, были абсолютно разные представления о мире, абсолютно разные представления о смерти. Но они исходили из того, что мир обладает некоторым смыслом. Атеизм исходит из того, что мир бессмысленен, как очень хорошо это формулировал Докенс, во вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого безжалостного безразличия. То есть мы, допустим, с каким-нибудь индуистом. Мы с ним ни в чем не согласны, но мы согласны в том, что в мире есть цель, замысел, добро и зло. И в мире существует сверхъестественная реальность, с которой можно войти в общение. И мы с ним можем иметь трудопорную дискуссию о том, как именно. Атеизм считает, что вот в целом вся интуиция человека, что в жизни есть смысл, направление и предназначение, у меня есть долг нравственный, все это грандиозные иллюзии. И поэтому и всеми другими мировоззрениями существует вот эта фундаментальная разница. И отрицая там Зевса или Перуна, я никаким образом не являюсь атеистом в каком бы то ни было смысле. Я, например, взял определение из западного словаря, из западной циклопедии, где сказано, в соответствии с самым обычным определением, атеист – это человек, который утверждает, что не существует Бога, что словосочетание «Бог существует» выражает ложное осуждение. И разумеется, мы не считаем, что это ложное осуждение. И есть другие проблемы у этого возражения. Например, Докинс почему-то считает, что все верования равны. То есть то, что верили в Одина, Зевса – это то же самое, что верить в христианского Бога. И это, конечно же, просто очевидно неверно, потому что есть огромная разница между этими богами. Но он еще же говорит, что там действительно часто возникающее утверждение, он повторяет, что там в какого из немыслового количества богов, которым Лизам поклонялись, вы хотите, чтобы я поверил, в чем на самом деле его безграмотность. Потому что безграмотность все-таки. Тут даже удивительно, что человек находится десятилетиями в центре религиозных споров. Написано огромное количество книг, причем самых разных авторов. Тут его, собственно, его братья-атеисты тоже поругивали. И не понимая такой вещи, что бог библейского монотеизма, вообще бог этического монотеизма и боги языческих религий, это разные концепты. Вы можете считать все это иллюзией, и то, и другое иллюзией, но это разные концепты. Когда вам предлагают поверить в бога этического монотеизма, это не Зевс. Это не Зевс абсолютно точно, потому что боги язычников – это часть нашей Вселенной. Это нечто напоминающее человеческую аристократию. Язычники, они относились к богам, ну, примерно как к аристократии. То есть ты им платишь подати, ты им оказываешь уважение, они тебя защищают от соседних аристократов. Бог, сотворивший небо и землю – это абсолютно другой концепт. Бог монотеизма, он… Когда мы используем слово «бог» применительно к монотеистическому богу, мы имеем в виду просто другой концепт. Его нельзя написать через запятую с одним орденом или еще одним. Да, и мне понравилось, как вы в статье подметили, что Докинс отвечает, что если я не верю в лепреконов, то зачем мне их изучать? Но если ты пишешь книги о религии, то ты должен их изучать. Ведь, как бы, если… Ну, действительно. Вот представьте себе, что я себе сделал имя на критике буддизма. Я там пишу там тома. Вот, допустим, на это есть запрос. Есть какие-то люди, которым очень хочется… У них зуб на буддистов почему-то. И вот я пишу книги, где там пишу Будда, там, как иллюзия. Ну, Будда… Не знаю, буддисты будут созрешать или нет. Ну, допустим, я там на них сельчески наезжаю. И когда мне и сами буддисты, и серьезные религиоведы говорят, ну, ты чепухой пишешь, это не так все в реально существующем буддизме, я им говорю, а не обязательно быть там, соответственно, разбираться в лепреконах. Не обязательно, если ты просто не веришь в лепреконов. Но если ты сделал себе имя на нападках на лепреконологию, ты должен им немножко разбираться. Потому что ситуация, когда человек гордится своим невежеством в области, в котором он в то же время претендует на авторитет, ну, это довольно странно. Если кто-то начнет критиковать теорию эволюции и ему скажут, ну, ты абсолютно не в курсе, ты не читал, ты не знаешь, во что реально верят эволюционисты, каково их представление в их теории, ты хотя бы пойди на учебник школьный и прочти для начала, потом ты будешь со знанием дела хоть немножко ругать. А он будет говорить, а зачем мне, значит, это… Не обязательно разбираться в этой чепухе, а чтобы эту чепуху отвергать. И, конечно, это вызовет насмерть. И, конечно, скажут, что для того, чтобы что-то критиковать со знанием дела, надо об этом иметь какое-то представление. Да, абсолютно верно. Хорошо, еще одно популярное возражение, которое говорит Ричард Доккинс, в который уже год. Он пишет, в 15 лет я полностью порвал с христианством. Одна из причин состояла в следующем. Еще когда мне было 9, я сообразил, что если бы родился среди викингов, то твердо верил бы в Одина и Тора. Родив себя в Древней Греции, поклонялся бы Зевсу и Афродите. Если бы в наше время родился в Пакистане или Египте, верил бы, что Иисус только пророк, а вовсе не Сын Божий, как учат христианские священники. И далее он пишет, если же какое-то одно из них, то есть вероучение, верно, почему непременно то, что случайно досталось вам вместе со страной рождения? Опять же, это тоже очень известное утверждение. Что бы у Свера потом было? У меня это просто вызывает… Догин спешит для англоязычной аудитории. И он еще, когда я начал читать «Бог как иллюзия», вот я… еще тоже до перевода мне в руки попала английская копия «God Delusion», и он там пишет, если вы верите в Бога, то это потому, что вам… эту веру внушили родители. И вот у него там очень много про детскую индоктринацию. То есть у бедных деток, значит, мозги сломали этой религии. Они с тех пор ходят такие религиозные все. И мне это было, конечно, смешно, потому что я родился и вырос в Советском Союзе, где государственная идеология, атеизм, где все… Вот я был любопытный ребенок, я читал научно-популярные книжки для детей. Ну и там рассказывал всякие хорошие вещи, про устройство Солнечной системы, про устройство Атома, там все такое, то там обязательно шло про то, что злобные церковники, вот они душили науку. Они, значит, вот… Вроде… Чисто научно-популярная книжка, но обязательно надо глобных церковников. Помню большую такую страшную книжку «Отцы тьмы», где рассказывалось, как там инквизиция всех вообще жжет. Мы бы сейчас сказали не по-детски, но тогда не было такого оборота. Ну вот наводило большой ужас там. Я помню, в детстве я был очень рад, что меня охраняет наша замечательная советская милиция, и меня церковники не сожгут на костре, потому что церковники, они же очень любят себя жечь на кострах за интерес к естественным наукам, я такой интерес питал. И вот я был воспитан атеистом и обратился взрослым. То есть аргументация Доккенса абсолютно бессмысленна. Более того, что она, в принципе, доказывает? Ну, например, если бы я родился, не знаю, в, ну, допустим, в обществе людей, которые верят в то, что Земля плоская, какое-нибудь там древнее общество, я бы верил, что Земля плоская. И я бы говорил Доккенсу, Доккенс, ты видишь, веришь в то, что Земля — шар, потому что тебя этого научили в школе. Ну да, научили. И что это делается? От этого это неправда? Да, там, вот если бы я жил где-нибудь в племени индейцев в Амазонке, я бы вполне мог верить, что болезни вызываются злыми духами. Меня так научили. Но меня научили, что болезни вызываются микробами. И что? Если я скажу человеку в современном обществе с позиции этого индейца, ты веришь в то, что болезни вызываются микробами, потому что тебя так научили в школе. Да, научили в школе. И что это делает это учение ложным? Тут вообще какая-либо логика отсутствует. Это так называемая генетическая ошибка, насколько я понимаю, в логике. То есть мы не можем доказывать ложность чего-то по происхождению. Да, то есть из того, что я верю в массу вещей, которые меня научили в школе, а в другой школе этого могли не учить. Но это никак не следует, что эти вещи ложны. Да, да. И касательно вопроса того, почему есть такое распределение географическое, которое казалось бы случайным. У Вильяма Крега есть неплохие надфилософские рассуждения, которые исходят из позиции моленизма. О том, что Бог, предвидя выбор человека, может распределять его рождение как ему это угодно. И у нас есть об этом материал на канале, поэтому если вам интересно, то вы можете об этом посмотреть больше. Еще одно возражение, очень популярное, которое можно было бы рассмотреть, это можно ли доказать несуществование чего-либо. Он пишет на странице 21. Когда люди называют себя атеистами, они не имеют в виду, будто располагают доказательствами отсутствия богов. То есть, строго говоря, невозможно доказать несуществование чего-либо. И далее он приводит примеры с Чайником Рассела, Санта-Клаусом. То есть вся вот эта обычная идея. И на самом деле это странно, потому что возможно доказать несуществование чего-либо. Просто применить логику. То есть те вещи, которые логически противоречивы, они не могут существовать. В некоторых случаях, да. Ну, да, вот часто приводят... Я тут несколько помогу Докинзу. Приводят пример с тем, что если, допустим, вы придете и сообщите властям, что ожидается нашествие на Москву летающих драконов, и нужно срочно принимать меры, выводить войска, зенитки ставить, народ эвакуировать, они, конечно, спросят, какие у вас есть доказательства, что драконы существуют. Если вы скажете, ну, у вас же нет, вы не можете доказать, что нет никаких драконов. Они действительно не могут. Но это же не значит, что нужно принимать меры, срочно зенитки выкатывать. Да, но в чем уязвимость такого аргумента? Лежит ли на христианах бремя доказательства? Да, оно лежит на христианах. Да, христиане должны предъявить убедительные свидетельства того, что Бог реален. И такие свидетельства есть. Но атеизм не является позицией по умолчанию. На атеизме лежит точно такое же бремя доказательства. Потому что атеизм является определенным объяснением реальности. Вот представьте себе, что мы идем по картинной галереи, висит картина. Я говорю, эту картину нарисовал там великий художник Веласкес. Мне мой друг атеист говорит, да нет, эта картина образовалась естественным путем. И я ему говорю, но как ты можешь это доказать? Я говорю, не моя работа. Ты говоришь, что написал Веласкес, это твоя проблема. На тебе лежит бремя доказательства. Но я ему тогда скажу, друг, но на тебе тоже лежит бремя доказательства. Потому что вот у нас картина на лицо. Ты должен объяснить этот феномен как-то в рамках своего мировоззрения. И атеизм, он не является отсутствием утверждения. Он утверждает в реальности совершенно определенные вещи. Например, он утверждает то, что наш разум сознания, свобода воли, или вернее иллюзия свободной воли, если быть материалистом, происходит от определенного поведения материи в коре нашего головного мозга. Это утверждение реальности. Оно крайне контринтуитивное. Оно нуждается в обоснованиях. То есть атеизм, как некое объяснение реальности, он предлагает определенное альтернативное объяснение реальности. И, конечно же, на нем тоже лежит бремя доказательства. Материализм ни в коем случае не является позицией, которую можно было бы принимать по умолчанию. Часто люди делают такую ошибку, они часто говорят, что материализм и атеизм – это позиция по умолчанию. Для чего это вдруг? Это определенное объяснение реальности, которое нуждается в обоснованиях. Опять же, я могу понять, когда люди обычного, то есть рядовые люди могли делать такую ошибку, как атеисты, но когда-то делают атеисты топ уровня, как Докинс, который считается ведущим, это странно. Потому что взять, допустим, топ философов-атеистов, как Грэм Оппи, который пишет книги по философии атеизма, и он говорит об этом, что атеизм нужно обосновать. Почему? И он понимает, что можно доказать несуществование некоторых вещей, в частности, Бога. Ведь сама идея, которая называется «когеретность теизма», это попытка объяснить, что теизм непосредственно, то есть логически противоречив. Для чего? Это делают атеисты, чтобы доказать, что Бога нет. То есть они понимают, что можно было бы гипотетически это сделать, но почему этот Докинс так странно уходит? В принципе, да, конечно. То есть на самом деле атеизм не является позицией по умолчанию, нет никаких оснований принимать его в таком качестве. И материализм обладает огромными-огромными трудностями, прежде всего в отношении сознания и свободной боли. То есть вот с точки зрения материализма все наши акты мышления и произволения являются результатом очень сложных, и поэтому мы не можем их предсказать, но чисто материальных процессов в коре нашего головного мозга. То есть свободная боль является иллюзией. Нам кажется, что мы принимаем решение, но об этом Фрэнсис Крик пишет, об этом пишет, целую книжку написал Сэм Харрис, «Иллюзия свободной воли». Докинс об этом сам говорит. С Сивена Хокинга есть длинная цитата, где он подробно объясняет, почему при материализме нет свободной воли. Вы можете набрать Сивена Хокинга от свободной воли. И если у меня нет свободной воли, то из этого следующий интересный вывод. Это делает полностью бессмысленной нашу аргументацию, потому что для того, чтобы хотя бы прислушаться к аргументам материалистов, я должен был бы уже совершить акт свободной воли. А для того, чтобы пересмотреть мое мировоззрение под влиянием этой аргументации, я должен был бы совершить еще один акт свободной воли. Но при этом я приму мировоззрение, в рамках которого свободной воли не существует. То есть материализм, он оказывается абсурден в самых своих основаниях. Ну и такие черты сознания, как квалия, то есть субъективный опыт. Ну если коротко сказать, то представьте себе, что мне нельзя было есть киви. Ну не мне, а вот какому-нибудь ученому великому, он большой специалист по тому, как человек воспринимает вкус, но ему нельзя есть киви. Ему сказали врачи, у тебя будет инферактический шок, ты умрешь. И он этого киви не ест, но он знает все про это киви насквозь. Он знает, как киви воздействует на рецепторы языка, он знает, какие это вызывает реакции в нейронах, он знает все, что можно описать на языке науки. Он об этом киви знает. А потом к нему врачи и говорят, слушайте, мы ошиблись, у вас не будет анафилактического шока. Я попробовал киви первый раз в жизни. Вот в СССР не было киви, потом я его попробовал уже после всего этого. Я все детство не знал этого вкуса. Узнал ли он нечто новое. Вот это новое субъективное переживание вкуса киви, это то, что называется квалия. И это то, что не может быть транслировано, описано на языке физических наук. Ну, можно долго читать лекцию, почему материализм абсолютно не годится для описания мира, в котором есть существа, обладающие сознанием и свободной волей. Есть даже книжка Нагеля, по-моему, Нагеля, если я сейчас не путаю, почему революционная неодравянистская картина мира почти наверняка является ложной. Ее не переводили на русский. Она есть по-английски. И вот он, он сам это есть. Он пишет, что материализм не годится для описания реальности. То есть у нас не только нет оснований принимать материализм по умолчанию, он сталкивается с огромными трудностями, я считаю, непреодолевыми трудностями, для описания той реальности, с которой мы знакомы лучше всего, нашего собственного сознания и свободной воли. Да, и опять же, в случае примеров с Санта-Клаусом или Чайником, это снова необоснованное смешение категорий, потому что это вещи внутри материального мира, и мы ожидали бы увидеть свидетельство их существования, если бы они были. То есть, допустим, Санта-Клаус или Чайник. Но Бог – это другая категория, то есть это не то, что внутри этого мира. Более того, это, собственно, повторение аргумента «красные авиаторы по небу летали, и нигде ни ангелов, ни Бога не видали». Небо осмотрено внутри и снаружи, и нигде ни Бога, ни ангелов не обнаружен. Ну и прочие вот эти агитационные все стишки, я их еще застал, это действительно предполагает, что Бог является объектом. То есть, это не всемогущий творец, трансцендентный творец мироздания, а какая-то штука в этом мире, которую вы, в принципе, можете увидеть. Есть известный аргумент против людей, которые верят в НЛО. Им говорят, что, вы знаете, вот это супер-супер-супер цивилизация, которая прилетела, они что, не могли бы свои корабли замаскировать? То есть, вот, люди прилетели там вообще со звезд, потом они как-то совершенно глупо грохнулись там где-то в Америке, что их там на секретном полигоне прячут, но у них там ДТП. Для супер-цивилизации, которая имеет возможность летать там со звездами, замаскироваться от туземцев было бы достаточно просто, я думаю. И вот точно так же люди считают, что Бога можно застать врасплох, что Бог, он где-то вот находится внутри нашей Вселенной, во-первых. А во-вторых, его можно увидеть так, что он этого не захочет, но вот его застукали, его застали. Вот там где-то рука Божия, которая лепит галактику, и ученый так радостно быстро повернул телескоп, Бог не успел руку отдернуть. На самом деле, Бог библейского атеизма, он находится вне творения, он является его создателем. То есть, вот представьте себе какую-нибудь сложную компьютерную игру. Ну, допустим, компьютерная игра Skyrim, ну их миллион разных. Вот есть компьютерная игра Skyrim, там целый такой мир фэнтезийный, там драконы летают, там куча всякой живности, всякие персонажи. И представьте себе, что в этой игре есть два персонажа, один из которых верующий, и говорит, ты знаешь, вот весь этот мир Skyrim, он создан командой разработчиков. Они вот трудились, они создали вот все, вот все эти там поля и луга, там города, людей, животных, эльфов, там драконов. Вот они все это создали, все это они нарисовали. На что ему его товарищ атеист, ну покажи мне их. Вот мы можем обойти весь Skyrim там вообще из конца в конец. И нет там никакой команды разработчиков. И понятно, что нет, потому что команда разработчиков, она же не находится внутри Skyrim, она находится снаружи. она находится за пределами самой этой игры. Вот Бог, он находится за пределами этого мира. Он не является объектом или предметом внутри этого мира. Когда люди говорят, вы нам научно покажите Бога, это абсолютно абсолютно требование. Потому что то, что можно было бы вам показать в пробирке, абсолютно точно не было бы Богом библейского атеизма. Да, верно. И последнее возражение философского характера, которое мы рассмотрим, это проблема чудес. Вава Матдокинс, опять же, повторяет эту идею, которая очень известна и идет еще от Карла Сагана. Он пишет, если вы хотите верить в подобные вещи, то есть чудеса, вам стоит поискать более надежных доказательств, чем те, чем имеются, что имеются на сегодняшний день. Как вырос астроном Карл Саган, необычные утверждения требуют необычных доказательств или экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств. То есть в таком характере он показывает это утверждение. Да, русский переводчик перевел таким образом. И это все идет в связке с аргументом Юма. То есть он показывает, что, допустим, если там произошло два события, то всегда нужно, если произошло одно событие, есть всегда два объяснения. Либо оно произошло естественно, просто там мы ошиблись, там ничего не понимаем, это иллюзия какая-то, либо было чудо. И нам нужно всегда предпочитать первое объяснение, что это было естественно, но просто там мы либо ошибаемся, либо что-то еще. То есть вот в таком характере он критикует любые подходы к чудесам, которые описаны в Писании и так далее. То есть что бы вы сказали по этому поводу? Ну, про аргумент Юма главная его проблема, он кольцевой. То есть, ну что такое кольцевой аргумент? Это как в старом анекдоте, что вы знаете, вот он такой святой человек, такой святой, он каждый день разговаривает с Богом. Слушайте, он не врет. Как может врать человек, который каждый день разговаривает с Богом? На самом деле Юм говорит, что весь наш опыт говорит о том, что чудес не бывает, следовательно, чудес не бывает. Но проблема в том, что он с самого начала исключает чудеса из нашего опыта. Вот я сейчас не вспомню дословную формулировку. Но он говорит о том, что весь наш опыт говорит о том, что не бывает чудес. И, следовательно, любое сообщение о чудесах мы должны отвергать. На самом деле опыт нашего человечества говорит о том, что есть сообщение о чудесах. Вот. Поэтому говорить о том, что чудес не бывает, потому что чудес не бывает, ну это просто кольцевой аргумент. Что касается экстраординарных свидетельств, экстраординарные утверждения требуют... Вопрос в том, какие свидетельства человек готов принять как достаточные. Потому что материализм — это определенные интерпретационные рамки. То есть человек рассматривает любые сообщения о сверхъестественном как ложные, независимо от имеющихся данных. То есть если человек сталкивается с сообщением о сверхъестественном, он исходит из того, что даже если я не вижу никаких естественных объяснений, то сверхъестественного тут не может быть, потому что не может быть никогда. И даже если я не знаю, как это объяснить, вот какое-то объяснение должно быть. То есть позиция материализма, она строится не на свидетельствах, она представляет собой фильтр, который сразу отсекает определенное число свидетельств. Тут, смотрите, как материалист... Ну вот я приведу пример. Вот, допустим, Туринская польщаница. Часть христиан считают, что она подлинная, часть христиан — нет. Вот католики и православные склонны считать, что она подлинная, а протестанты склонны, что нет. Но это не четко. Некоторые считали, что она неподлинная и так далее. То есть как христиане мы... Я склонен лично считать, что подчиниться подлинно. Мне никто не предъявил технологии, по которой она могла быть изготовлена. Я считаю, это главная проблема. Но если мне предъявят технологию и скажут, вот так, вот предполагаемый этот средневековый фальсификатор, вот так он ее изготовил. Я скажу, да, хорошо, все, это у нас теперь идет как произведение религиозного искусства. Мы понимаем, что это неподлинная плата. Хотя пока никто такого не предъявил. Но материалист всегда, всегда, в любом случае, вынужден считать, что это поделка. Абсолютно, сто процентов. У него нет такой опции, чтобы вообще просто рассматривать эти данные. Ну или, что более, конечно, важно воскресение Христа. Материалист всегда и в любом случае должен считать, что Христос не воскресал. Вообще независимо от каких данных. Иногда говорят атеисты, что ну вы же не будете верить в сообщение о сверхъестественном, исходящее от приверженцев других религий. Я говорю, ну а почему не буду? Ну, смотрите. Конечно же, бывает масса ложных сообщений о сверхъестественном. В том числе в христианской среде. Я когда был новообращенным православным христианином, я читал подготовку к исповеди, и там, среди прочих брехов, говорится, распространял ложные сообщения о чудесах. То есть, сколько угодно бывает ложных сообщений о чудесах. Конечно. И бывают ложные сообщения о чудесах в христианской среде, бывают в нехристианской среде. Бывают подлинные проявления. Это не уничтожает возможности подлинных проявлений сверхъестественного. Точно так же, как существование фальшивых алмазов не доказывает отсутствие настоящих алмазов. И вот, когда мне сообщают о том, что вы же не поверите сообщениям о сверхъестественном языческой среде, я говорю, давайте сообщения. Предъявите их, пожалуйста. Я их рассмотрю. И я скажу, что да, вот тут я предполагаю фальсификацию или ошибку. Вот тут я думаю, что могло иметь место сверхъестественное вмешательство. Но я не видел ничего такого. Когда пытаются приводить аналогии с, скажем, историей воскресенья, говорят, что вот там, не знаю, Аполлоний Тианский там по воздуху летал, то у нас оказывается, что об Аполлонии Тианском у нас рассказывает один автор. То есть у нас нет группы свидетелей, которые у нас есть в Евангелии. То есть на самом деле, как только мы перестаем рассматривать материализм как обязательную интерпретационную рамку, как только мы в принципе допускаем, что сверхъестественное возможно, мы сталкиваемся с достаточным числом убедительных свидетельств существования сверхъестественного. Тут я что скажу. Я отвергаю материализм прежде всего, потому что он очевидно ошибочен в отношении моего сознания свободной воли. Когда какая-то картина мира утверждает, что у меня нет свободной воли, я ей говорю, ну, говорю я приверженцам, ну извините, ребят, вот если бы у меня была свободная воля, я мог бы с вами согласиться. Но поскольку у меня нет свободной воли, чего же вы от меня хотите? Вот. Поэтому, собственно, я не могу никак принять материализм, потому что для этого сам акт такого принятия был бы актом свободной воли. А когда я, если мы отвергаем материализм уже, то мы становимся открыты для того, чтобы отценивать свидетельства о сверхъестественном, собственно, как любые другие свидетельства. И да, они могут быть ложные, сколько угодно ложных рассказов о сверхъестественном, но это не значит, что любые сообщения о сверхъестественном являются ложными. Да, и кому интересна тема чудес, например, Крейг Киннер, известный академик, то есть это не просто человек с улицы, а академик, который занимался исследованием, он написал два тома о чудесах, где просто брал различные свидетельства, то есть описывал, и они, то есть он брал не просто от свидетельства одного человека, а где была группа людей, то есть и каждый их может изучить, как бы и сам посмотреть, насколько возможно ли такое, да, по показаниям свидетельства. Ну вот как-то есть еще очень смешной момент, в одной из документалок с Докинзом, я сейчас не вспомню на скидку, но Докинз приезжает в Урт, это католическое место паломничества такое очень знаменитое, и там огромное количество католиков со всего мира приезжает, там происходит исцеление, и Докинз туда приезжает, там очень смешной кадр, когда стоит Докинз с таким абсолютно кислым выражением лица, на заднем плане идет процессия со свечами, поет гимн, и вот он, значит, такой кислый-кислый. И вот он потом приходит к этим, значит, служителям в Урте и говорит, ну и как исцеление происходит? Они ему говорят, вы знаете, у нас очень строгий критерий для исцеления, то есть если человек обрел некое утешение духовное, то мы очень рады, но мы это не фиксируем. Если прошли какие-то болезни, которые могли бы пройти в принципе естественным путем, значит, пошел на поправку. Мы это не фиксируем. Если человек проходил курс лечения, ну допустим, там у него опухоль, у него химиотерапия, и он посетил Урт, он исцелился, но в принципе мы можем сказать, что химиотерапия сработала, значит, она там в 20% случаях работает, что бы и не сработало на этот раз. Вот. Они фиксируют в качестве чудесных исцелений только то, что они не могут объяснить естественным путем. И он говорит, ну и как? Ну вот вы знаете, вот у нас есть медицинские все документы, что у нас там какие-то сотни случаев были. И он им говорит, послушайте, ну у вас тут какие-то сотни тысяч народов ходят каждый год. Значит, и у вас всего там сотни случаев исцелений, ха-ха-ха. Да, но что бы тогда тело устроило? Понимаете, когда человек является материалистом, ему могут предъявить там случаи исцелений, и он скажет, ну в крайнем случае, если у него не будет никаких других вариантов, он скажет, ну да, но наука пока не может это объяснить, но наука не может объяснить все на свете. Просто да, вот такой необъяснимый случай. Это все равно не доказывает, что Бог есть. Да, похожая ситуация. Я видел когда-то интервью с, по-моему, отцом Винсом, католический священник, который занимается знанием бесов. То есть, и он говорит, что тоже как бы у них есть строгий отбор для людей, которые считаются бесноватыми. И там буквально пять процентов из всего тысяч людей, они являются реально одержимыми. То есть, и над ними проходят некие, да, обряды экзорцизма. И как бы в комментариях там кто-то писал, что как раз как бы, как можно верить в такое в двадцать первом веке. То есть, по сути, он уже априори как бы считает, что такое невозможно, да, вопреки тому, что до этого сказал как бы. Да, то есть, человек не рассматривает данные с самого начала. И отвержение того, что является не результатом того, что человек рассматривал данные с чего-то не убедительными, а то, что с самого начала считается, что вот этого не может быть, может не может быть никогда. Да, да. Поэтому, опять же, подробнее можно об этом будет почитать по ссылке под этим видео и по поводу экстренноординарных доказательств, потому что тоже, возьмите, например, теоретиков теоремы Байеса, которые занимаются вероятностью, они вам скажут, что, ну, это аргумент вам просто не работает, потому что в любом случае, когда-то бывают события, которые случаются впервые. Допустим, большой взрыв, да? Да. А как можно как бы сказать, что это не могло произойти, если оно было всего единым? Ну, вот, опыт он такой. Пример, который лично мне нравится, вот есть такая группа сети, которая пытается поймать сигналов от инопланетян. И десятилетия им пытаются это сделать. Там группа энтузиастов, они постоянно выступают с конференциями и объясняют, почему им на это дело нужно деньги давать. И упорные люди, конечно, ничего не поймали, но продолжают действовать. И они говорят, насколько это будет великое событие, когда мы поймаем сигналы от инопланетян, насколько это все перевернет. Но они честные ученые в том плане, что у нас, вот знаете, включить РЕН-ТВ, так инопланетяне вообще там по улице пройти нельзя от инопланетян. А вот они говорят, что нет, мы пока что ничего не поймали. Но представьте себе, что они поймают. Вот представьте себе, что выходят эти участники программы сети, и мы знаем, что они честные, приличные ученые. Мы знаем, что и нам раньше не врали. И они говорят, слушайте, мы поймали сигнал, вот инопланетяне говорят, вот мы вот оттуда-то вам всем большой привет. Это будет экстраординарное событие абсолютно. И это будет событие на фоне огромного числа ложных сообщений об инопланетянах. То есть у нас это... Инопланетян полный интернет, мы все знаем. И в этой ситуации, если бы мы следовали логике атеристов, мы должны были сказать, что что бы вы нам не предъявили, это все будет ложью. Потому что весь опыт человечества говорит о том, что все инопланетяне, с которыми мы имели до сих пор дело, являются фальшивкой. Но в этом случае они так себе не будут вести, они скажут, предъявляйте ваше сообщение. И более того, вот они данные и предъявили. Мы, наверное, скажем, что вот эти ученые, это серьезные люди, они имеют репутацию. Мы их знаем как частных людей. Они раньше не были в этом замечены. И мы им поверим. Но это вот ситуация, аналогичная ситуация апостолов. Потому что, да, мертвые вообще не воскресают. Мы знаем это. Хотя вот инопланетян у нас толпы, но мы знаем, что все это литературные персонажи. И вот если придерживаться той же логики, мы должны программу сети закрыть уже сейчас. Потому что любые свидетельства, которые эта программа могла была в будущем получить, должны были бы быть отвержены. Потому что это экстраординарные свидетельства. Ну, наверное, никто так не делает на самом деле. И тут ситуация просто в том, что быть инопланетян, оно в принципе допускается в картине мира материалистической. А в воскресенье из мертвых нет. Но это уже такая предустановка чисто мировоззренческая, которая ни на чем не основывается. Да. Более того, сам Докин, судя по всему, верит в инопланетян по его же стандартам. Ну, хорошо. Давайте перейдем к двум другим категориям. И мы их рассмотрим, объединим вместе. Это Новый Завет и Ветхий Завет. Конкретно он критикует как Новый, так и Ветхий Завет. И мы начнем с Нового Завета. Он пишет, все, что изложено в Евангелиях, пострадало от десятилетий устной передачи. И прежде, чем эти четыре текста были записаны, они подверглись свойственным испорченному телефону искажениям и преувеличениям. То есть, в принципе, он говорит, что мы не можем доверять Евангелиям, потому что они ненадежны, долго передавались и так далее. То есть, они были анонимными людьми написаны. То есть, тут все по классике атеизма 18 века примерно. Что можно сказать? Тут в чем проблема. Люди с самого начала, как мы уже сказали, отвергают возможность сверхъестественных событий. И поэтому объявляют любые сообщения сверхъестественными и ложными. И Евангелие отвергается не на основании предполагаемых противоречий и нестыковок, а на основании того, что они сообщают о сверхъестественных событиях. Но, если нам говорить об искажениях при передаче, то вот у нас синаптические Евангелия написаны, и это признают более-менее все независимо от личных убеждений, примерно лет через 40-50, может быть. Вот Евангелие от Анны написано, возможно, самым поздним, где-то через 60-65 лет после самих событий. И вот какие искажения могли возникнуть за это время? Мне сейчас 53 года, 30 лет назад я женился и крестился, вот это в один день было. Я помню, значит, это достаточно хорошо, это помнят другие люди. Я сейчас принадлежу к той же церкви, я женат на той же женщине, то есть эти события имеют длящиеся последствия в моей жизни. Если мне скажут, слушай, на самом деле ты не женат, не крещен, это у тебя все результаты искажений, накопившихся за эти годы, ну, наверное, мы это не станем воспринимать. Потому что я помню события, происшедшие десятилетия назад, для меня важны. То есть я, может, не помню, что я ел 30 лет назад на завтрак, но вот я помню, когда я вступил в брак, я помню, когда я крестился, там 40 лет назад умер Леонид Ильич Брежнев, я застал это ребенком. И я помню это тоже. И почему я должен считать, что у апостолов была память радикально хуже, чем у меня в отношении событий, которые были для них фундаментально важны. Поэтому, когда мне говорят, что тут вот за 40 лет накопились искажения, ошибки, которые там что-то вот серьезно было переверну, ну, вот почему я могу помнить события моей жизни, апостолы не могут. И более того, апостолы – это некая сплоченная группа. Если кто-то что-то не помнит, то он может спросить у другого. Они постоянно пересказывают эти истории об Иисусе, новопришедшем, и таким образом они постоянно у них в памяти. Таким образом, что вот за это время там что-то исказилось. Но, что еще принципиально, да, вот это аналогия с испорченным телефоном, надо на ней чуть-чуть остановиться. Испорченный телефон, он работает, когда дети играют, они, собственно, цель игры – это развлечься. Они искажают сигнал намеренно. А вот когда мы имеем дело, например, с каким-то важным приказом, который передает цепочка офицеров, то никто же не говорит, ой, там будет испорченный телефон. Там не будет испорченного телефона. Там взрослые люди, которые ответственно относятся к своему заданию. Там никто не скажет, что вот там первый в цепочке посыльных офицеров получил приказ отступать, а второй перепутал и сказал, что все должно наступать, ну, ха-ха-ха, испорченный телефон. Нет. Когда речь идет о передаче по цепочке какой-то важной, они могут передавать ее, не путая. Более того, что принципиально важно, в случае с передачей евангельских рассказов, мы имеем дело, это не с цепочкой из одного человека, мы имеем дело с группой, с общиной. Вот есть, например, в православной церкви есть обычаи, когда люди собираются устраивать вечера памяти покойных любимых священников. Отца Александра Мечева, отца Александра Меня, других вот пастырей, которые оставили по себе добрую память. Люди собираются, вспоминают, какую роль сыграли эти пастыри в их жизни. И что через 40 лет, ну, вот со дня убиения отца Александра Меня, у нас прошло сколько? 30 с чем-то лет. Вот какие у нас легенды успели сложиться вокруг отца Александра за 30 лет? Ну, при том, что, ну, могли появляться какие-то там люди несколько нестабильные, которые говорили, а вот меня там отец Александр Меня богословил то и то. Ну, это бывает, знаете, вот с популярными священниками там находятся люди, которым кончапуху приписывают. В целом, предание об отце Александре Меня, воспоминаниях его учеников, оно вполне достоверно. Оно за эти 30 лет ничем таким не обросло. Никто не утверждает, что отец Александр Меня там какие-то чудеса творил, по воде ходил, воду-вино превращал, там ничего не такое. Мы знаем, что через, вот сейчас 30 лет чем-то прошло, то, что люди помнят достаточно достоверно, что было. И 40 лет пройдет, тоже будут помнят достоверно. И если его прихожане напишут воспоминания о нем, эти воспоминания будут вполне достойны доверия. Только когда говорят, что за 40 лет люди все перепутают, да нет такого, люди не путают все за 40 лет. Но что еще важно, главное событие у нас – воскресение Христа из мертвых. И вот оно точно не может быть результатом какой-то путаницы там, последующей мифологизации, потому что это абсолютно центральное возвещение всего Евангелия. И если Христос не воскрес, там вера вошедщетна, как апостол Павел говорит. Апостол Павел у нас самый ранний автор Нового Завета. И самые ранние тексты, которые он пишет где-то в 50-е годы, они говорят о том, что Церковь абсолютно стоит на том, что Христос воскрес из мертвых. Это основополагающий факт существования Церкви. Без которого Церкви бы не было ни в каком виде. То есть то, что люди постепенно-постепенно пришли к убеждению, что Христос воскрес, такого не могло быть, потому что само существование Церкви с самого начала стоит на провозглашении того, что Христос воскрес из мертвых. При этом свидетельство Павла, оно даже не самое раннее, потому что самое раннее у нас вошло в синаптические Евангелия, ну и она тоже там, самое раннее свидетельство о женах мироносицах. Вот почему М.Т. Райт обращает внимание, такой, значит, библеист, он англиканский епископ, обращает внимание на очень характерную деталь, что первыми воскресшего Христа видят женщину. В антистичном мире это большой скандал, потому что женщины не считаются заслуживающими доверия свидетелями. Апостол Павел, когда он пишет коринфянам о свидетелях воскресения, он женщин тихонечко так замалчит, потому что он понимает, что в коринфской общине найдутся люди, которые начнут говорить ха-ха-ха-ха-ха. А чего только им не пригрезится, этим женщинам. То есть свидетельство о том, что первыми воскресшего обретают женщины, оно еще более раннее, чем свидетельство Павла. То есть у нас просто нет каких-то долгих лет для образования мифов и легенд. Мифы и легенды образуются за сотни лет. В принципе, за сорок лет мифы не образовываются. То есть за сорок лет. Да, то есть нет времени при жизни людей, которые при этом присутствовали, не образовываются. Другое дело, что когда указывают на разночтение в Евангелии, это как раз есть, и это указывает на аутентичность воспоминаний, потому что живые свидетели, живые участники событий запоминают детали немножко по-разному. То есть я вот помню, что когда мы расписывали с женой у нас регистраторша в ЗАГСе, была молодая темно-волосая женщина. И если мне скажут, произведут тщательное расследование, и скажут, не, бандинка бывает, ты путаешь. Вот я скажу, что я не знаю, кто из нас путает. Да, действительно, мы расходимся. Но это никак не отменяет того факта, что мы таки женаты. Поэтому, ну да, люди могут детали запоминать по-разному, но это никак не уничтожает. Да, и опять же, как бы, мы предполагали, да, что датировка верна, то есть 40 лет, но хотя многие свидетели говорят, что еще раньше была датировка Евангелии на самом-то деле, да. И опять же, если говорить о коринфянном 15 главе, то есть этот ранний кредо, который датируется, допустим, 5-7 лет после распятия, то есть это очень раннее свидетельство. И поэтому, как бы, утверждение Докинса, оно очень странное. Ну да, даже если мы говорим именно о 40 годах, ну что такое 40 лет? Да, да. 40 лет назад мне было 13 лет, я помню, умер Леонид Ильич Брежнев, в школе отменились занятия, люди говорили то и то. Я это помню отлично. 30 лет назад, когда я был уже взрослый человек, я помню еще все лучше, почему, да, вот многие из нас так скажут, почему апостолов должна быть память намного хуже, чем у нас. Более того, если они жили в устной культуре, то... Да, тем более, вот именно вот группа, которая хорошо помнит. Тут, да, тут достаточно близкая аналогия – это прихожане, которые вспоминают своего любимого священника. Вот они его вспоминают, они его достаточно нормально себе помнят через 40 лет, потому что... Ну а почему? Что изгладится из их памяти за эти 40 лет? Или что туда появится? Охотно допускаю, что детали они будут путать. Так устроена человеческая память. Но что они там начнут ему приписывать радикально другие слова, о которых он не говорил, или поступки, о которых он не совершал – это сильно вряд ли. Ну, опять же, и это просто обычные события. А если, допустим, что-то произошло сверхъестественное, то это еще больше увеличивает вероятность того, что ты правильно запомнишь то, что было. Ну, события, которые на тебя оказали большое влияние, которые ты сильно переживал. Ну, я вот, например, помню путь 91-го года. Я помню, как развивались события, я помню, где я был, я помню, с кем я общался. Я все эти события помню отлично. Опять-таки, я могу в деталях, может, если я начну спрашивать других участников, я что-то запомнил не так. Может быть, мы сидели и слушали новости, и это был Шарп и не Сони. Не исключено. Но чтобы я радикально все перепутал за прошедшее время, я так не думаю. И я не думаю, что апостолов в память намного будет. Докинс, говоря в этой теме далее, приводит аргумент, опять же, очень странный для ученого его уровня. Он говорит, по сути, он просто пересказывает аргумент Дэна Брауна и Скотта Винчи. Говоря об апокрифах, он пишет, что все они могли бы войти в канон, но по различным причинам ни одно из них туда не попало. Зачастую дело было в том, что их встречи иеретическими. Это просто-напросто означает, что их содержание противоречило правоверным воззрениям участников собора. То есть, он дальше пишет, что, по сути, они все основываются на древних преданиях и так далее. И что интересно, я просто, допустим, открываю Крейга Эванса, который исследует апокрифы, или Барта Эрмана. И смотрю факты. Вот, допустим, факт, что Евангелие от Фомы, оно было написано в Сирии в конце второго века. То есть, в конце второго века оно никак не может быть равнозначно Евангелием. То есть, если говорить о других апокрифах, будет та же самая ситуация. То есть, и утверждать, что их просто исключили по желанию отцов церкви, это очень странное утверждение. Ну, смотрите, вот, допустим, нашли мы, литературоведы, нашли неизвестное раньше письмо там Александра Сергеевича Пушкина, своему другу. И в этом письме говорится, что вот мы с пацанами пошли на концерт Сюткина. Сюткин жжет не по-детски. И понятно, что высокоученые пушкинисты, они, значит, несколько насторожаются и скажут, что, скорее всего, никакой не Пушкин, а какой-то автор гораздо-гораздо более поздний. Потому что язык, он меняется со временем. И при том, что мы можем, конечно же, без труда понять сочинение Пушкина, мы уже чувствуем, что язык немножко архаичный. А опытный лингвист, он даже не просто чувствует, что язык архаичный, он может объяснить, почему он выглядит архаичным и почему, чем именно он отличается от нашего. Ну, это знаете, как вот с этой знаменитой Велесовой книгой, которая какое-то время с ней язычники носились. Но сейчас даже они ее немножко отложили, потому что лингвисты говорят, что это смесь современных славянских языков, а не какой-то очень древнерусский. Потому что они могут определить, исследуя язык, когда это было написано и кем. И вот библейские тексты, они тоже датируются достаточно хорошо. Есть ряд методов датировки, которые позволяют определить, когда это было написано. Потому что меняется язык, меняется стиль письма, можно проследить, где текст цитируется, есть археологические указания, где древнейшие рукописи. То есть на самом деле все это, есть определенные методы, чтобы это понять. Вот все апокрифические Евангелия, они написаны гораздо позже. И часть из них написана заведомо вне круга апостолов. И часть из них вообще содержит детали, которые… Ну вот, например, в Евангелии детства еврейский мальчик Иисус учит греческий алфавит. То есть понятно, что это вот все точно выпадает за пределы всякой достоверности. Поэтому апокрифические Евангелия, они отвергаются-то не только церковью, они не рассматриваются, в том числе учеными-библеистами, в качестве достоверных источников о том, что там происходило. Да, и Крейг Эйвен, кстати, и говорит, что когда у него спрашивают, почему вы не считаете апокрифы надежными источниками, он говорит, ну просто почитайте их и поймете. То есть и Ричард Бокком, он, кстати, даже проводил, показывал, что даже имена в Евангелиях, они показывают, что они были написаны в то время, потому что соотношение количества имен, их популярность и совпадает с внешними источниками. Ну, собственно, мы же эти апокрифы, их постоянно дописывают, там Христос, Вестник, Шамбалы и так далее, и тому подобное. Да, да. То есть, конечно, особенность апокрифов, что они написаны гораздо позже, и они написаны в среде далекой от Христа и апостолов. И еще один аргумент, который я хотел бы рассмотреть, хотя этого уже хватит по Новому Завету, в принципе, что мы сделали, но он просто настолько возмучителен, как по мне, потому что Докис продолжает об этом говорить, что историчность Христа, она якобы ставится под сомнение. Он говорит, что другая причина беспокойства историков – почти полное отсутствие упоминания об Иисусе в каких-либо источниках, помимо Евангелии. И он говорит о том, что, по сути, мы не знаем, существовал ли Иисус, то есть может быть, но может быть и нет. И Бог как иллюзия, он писал еще более агрессивно, и нужно отдать должное. В этот раз он пишет мягко, он говорит, может быть, существовал, может быть, нет. На самом деле, само историческое существование, вот личность Иисуса, оно никем не ставится под сомнение ни на минуту. Вот из специалистов. То есть есть некоторые упертые атеисты, которые, да, говорят, не было никакого Иисуса. В Советском Союзе была каноническая точка зрения, что не было никакого Иисуса. Но вот есть, например, книжка Барта Эрмана. Барта Эрман, он известный тем, что он отступник, собственно. Он был христианином, потом отрекся от веры. Он себя определяет как агностика, склонный к атеизму. И вот, поскольку он, значит, отступник, и при этом он библеист, его звали на все эти атеистические конвенты. Там он услышал, что Иисуса никакого не было. Тут в нем ученый взбунтовался. Он написал целую книжку, а был ли Иисус, она даже есть в русском переводе. И он с позиции абсолютно неверующего исследователя Нового Завета пишет, что нет, вот историческая личность Иисуса существовала вне всяких сомнений. Я знаю, что в рамках вы все уйдете, это commonly считалось, что Иисус не существует. Я говорю, что если вы выходите из вашего конкурса, здесь нет даже ничего, что это не исключено для ученых. Это не исключено для ученых. Нет ни ученых в школе или университете в Восточном мире И абсолютно никто из специалистов по Новому Завету, независимо от личных убеждений, не сомневается, что Иисус существовал. То есть Эрман отвергает, что он воскрес, Эрман отвергает, что он Сын Божий, но он ни минуты не сомневается, что он существовал как историческое лицо. Более того, есть некий набор фактов, которые мы знаем на уровне истории, которые признают все исследователи Нового Завета, верующие или нет, что Иисус существовал как историческое лицо, что он был распят на кресте, и что вскоре после его смерти его ученики стали проповедовать, что он воскрес из мертвых. Вот это нам известно абсолютно со пределами всяких разумных сомнений не на уровне веры, а на уровне исторического знания. И даже есть видео, где Эрман выступал на конференции атеистов, и он просто говорил, что перестаньте позорить имя атеизма, когда вы говорите, что Иисуса не существовало. И я даже взял цитату. В Докинс пишет о том, что он говорит, что по поводу Тацита, что как бы то ни было, подлинность данного фрагмента тоже считается сомнительной по поводу этой фразы. Я просто взял книгу об Иисусе Барта Эрмана, и я читаю то, что он пишет. Некоторые мифологисты считают, что Тацит не писал этих строк, как не упоминали об Иисусе и Плинии со Свитонием, а вставлены они поздними христианскими переписчиками. Мы не располагаем оригиналами, но лишь поздними копиями. Мне неизвестен ни один маломальски серьезный филолог-классик или специалист по древнеримской истории, который придерживается этой теории. Она совершенно неправдоподобна. Позиция мифологистов понятна, и мне нравится, что Иисус вспоминается в каких-либо ранних источниках за пределами Нового Завета, а потому объявляют все такие упоминания поздними христианскими интерполяциями. Но нельзя же отбрасывать сведество лишь потому, что они противоречат твоим концепциям. И сам Докинс ссылается на Эрмана в другом месте, но игнорирует абсолютно все аргументы, которые он приводит. То есть, опять же, это просто поразительно. Ну, это даже немножко странно, потому что, ну, Эрман, он же и сам ни минуты не верующий, и можно было бы как-то спокойно признать, что да, вот Иисус определенно существовал как историческое лицо. Но тут как-то некое такое вот опасение, что хотя бы это признать. Попытки уйти от любых возможных аргументов. Да, опять же, книга Гарри Хабермаса «Исторический Иисус», там тоже сборник этих сведеств об Иисусе самых разных. И вот книга Барта Эрмана «Обыл ли Иисус». Я ее рекомендую, там очень много. То есть, допустим, там Лукианда, Свитони, там Мара Барсепа и Серапеон, то есть Флавия. Очень много сведеств, на самом деле, которые вы можете рассмотреть для себя, если вам будет эта тема интересна. Давайте кратко теперь поговорим о Ветхом Завете. И он тоже сделал несколько возражений, которые, я считаю, несущественными. Например, он говорил, что Адама никогда не существовало. То есть, и это просто, опять же, очень такое странное утверждение, потому что Вильям Уэн Крэх несколько лет посетил исследование этого вопроса. И он показывает, что вполне возможно существование исторического Адама, даже на основании эволюционной хронологии. То есть, и другие люди. Тут целый ряд возможен выходов. То есть, тут возможно... Ну, мы сейчас не будем подробно на этом останавливаться, но целый ряд возможен капитации возможно. Просто, опять же, это то, что об этом говорят сами биологи. Например, Джошуа Сламедас, эволюционист, который говорит, что это вполне возможно. Поэтому это очень странное утверждение. Но основной, я думаю, основной аргумент против Ветхого Завета Докинса состоит в том, что Ветхий Завет очень жестокий. То есть, это его основное возражение, которое он приводит. И, понимаете, такой высокомерный язык, о котором он пишет, свою книгу, он очень странный. То есть, по сути, он просто высмеивает всю эту книгу и описывает очень карикатурно, что Ефай решил зажарить свою дочь. И вот в таком все плане пишет. И это, на самом деле, отношение неуважительное, как по мне. Поэтому было читать это не совсем приятно. Но давайте, в общем, говоря о жестокости Ветхого Завета. В чем проблема с пониманием Докинса? Ну, проблема в том, что... Первое, это то, что Библия по умолчанию рассматривается атеистами, как, не знаю, цитатник Мао, где каждый фрагмент равен каждому другому. На самом деле, это Библия, который имеет свой сюжет, который имеет свой смысл, и центром которого является Христос. То есть, вся Библия, она читается во Христе, она читается через Христа. И когда мы хотим узнать, каков Бог библейского откровения, мы взираем на Иисуса Христа. Что касается Ветхого Завета, откровение носит исторический характер. Оно разворачивается в реальной человеческой истории. Реальная история человеческая, вообще Ближний Восток, в частности, она очень крыловая, она очень тяжелая, она очень страшная. Люди очень дикие. Да, люди и сейчас дикие. И вот тогда, сейчас у нас прошло уже 2000 лет христиадской цивилизации. Ну, конечно, Ветхий Завет жестокий, потому что он описывает реальную человеческую историю. Реальная человеческая история очень жестокая. И, конечно, можно, тут проблема с переносом реалий позднего бронзового века в 21-й. И с точки зрения, с нашей точки зрения, ну, конечно, реалии позднего бронзового века, они ужасны. Естественно, но с тех пор-то у нас 2000 лет христианской цивилизации прошло. И поэтому, конечно, никто не рассматривает Ветхий Завет, никто не рассматривает наиболее пугающие фрагменты Ветхого Завета, как руководство христианской жизни. Поэтому там просто ситуация, которая, ну, называется анахронизмом. Когда, например, я, знаете, вот как, если брать более близкие примеры, есть, вот сейчас у нас это много шума производит так называемый Волк, этот пробудизм весь в Штатах, где все стараются пробудиться, обнаружить себя угнетенным меньшинством. И по этому поводу люди высматривают злостный расизм там абсолютно везде. Толкин расист, ну, Толкин вообще лютый расист, там у него, значит, он наркофоб и прочее. И мы понимаем, что, ну, наверное, сейчас некоторые вещи, ну, тот же Юэйс, тот же Толкин, писали бы немножко иначе. Мы понимаем, что изменился контекст культурный. Мы не можем их упрекать за то, что они писали, соответствующий культурному контексту. Сейчас можно было бы по-другому написать. Вот сейчас там Александр Сергеевич Пушкин, вот, он бы некоторые вещи писал бы по-другому. Потому что, ну, был бы скандал. Вот, когда мы говорим о позднем бронзовом веке, то есть ситуация, которая от нас отделяет культурная пропасть, я думаю, конечно же, нужно учитывать то, что это совершенно другая ситуация, совершенно другая культура. И опять же сам Докинс, он говорит об этом позже, да, что мы не можем судить Дарвина по его представлениям или там президента в Америке, потому что есть некий так заедаясь на дух времени. Кстати, да, вот если вспомнить этот момент, у нас же все биологи XIX века, все выдающиеся биологи XIX века задними распрещениями, все идейные расисты, все убеждены в превосходстве белой расы. Вот мы можем гордиться тем, что это наш соотечественник, который поехал в Папу-Новой Гвинеи, пожил там среди попуацов и сказал, вы знаете, попуац-то тоже люди, давайте мы их будем тоже за людей считать. Он вообще большой был скандалист и еретик и сильно выбивался за научный мейнстрим. И там бульдог Дарвина Хаксли, он же объяснял, почему, собственно, средний чернокожий никогда не равен белому человеку. И у него там длинная цитата, он объясняет, почему это так. И, ну, конечно, все образованные люди знают про то, что... Ну, там очень интересно, там даже внутри белой расы проводились всякие градации, и считалось, что кокни, то есть это бедные жители Лондона, это отдельная раса. Ну, потому что аристократические англичане, они высокие, стройные и белокурые. А кокни, они маленькие, чернявые и манер никаких. Ну, и, соответственно, это другая раса, и, значит, аристократы должны ими править по причине расового превосходства. И это считалось за науку. И, конечно же, Докинс справедливо указывает на то, что сейчас были бы очень скандально. Но можно, конечно, к нему снизу зайти. И я в этом отношении согласен, что, да, там докапываться до Дарвина за то, что он был там англичанином XIX века, разделял частично предрассудки среды, и причем Дарвин не был хуже этой среды, он не был лично безнравственным человеком, но его сразу в этом упрекать. Ну, так давайте мы поймем, что среда позднего бронзового века, да, она отличается от нашей, не в лучшую сторону. И поэтому, конечно же, Библия читается в своем историческом контексте. Другое дело, что даже с учетом этого исторического контекста я бы заметил такую вещь, что вот в Африке до сих пор в некоторых странах существует человеческое жертвоприношение. То есть считается, что если колдун зарежет ребенка, причем его как-то там нужно очень замыслово-то еще зарезать, в жертву духом, то это очень помогает строительному бизнесу. И режут, колдуны процветают, и полиция, коррумпированная полиция получает откупные, и я читал материалы на BBC, где говорят, что безобразие, конечно, полиция должна делать свою работу. И вот в Британии был случай, выходцы из какой-то африканской страны, принесли ребенка в жертву в ходе обряда, как у них принято. Но тут интолерантная британская полиция их, значит, упаковала, и они там отправились, куда им следует. То есть сейчас мы не проявляем терпимости к культурам, практикующим человеческие жертвоприношения. Мы говорим, что должна прийти к полиции, дело прикрытия. Вот в позднем бронзовом веке ситуация была такая, что эти культуры не только носили массовый характер, они доминировали. Вот израильтяне на это смотрели и говорили, что все цивилизованные народы приносят жертву младенцев. У них от этого укосы и надуи, и ценеры с гитарой. А нам что нельзя? И вот, чтобы им объяснить, что нет, вам, ребята, нельзя категорически, нельзя под страхом проклятия, под страхом полного вашего истребления, им вот Бог и дает писание, где говорится, что следствие подобное истребление, и ни в коем случае не сметь. То есть, когда мы начинаем все это смотреть в историческом контексте, это начинает выглядеть несколько по-другому. Да, и совсем недавно вышла книга Полукопана «Является ли Бог моральным чудовищем?». То есть, Полукопан – очень известный апологет, и он писал об этом и там рассматривал самые разные вопросы о рабстве, о жертвоприношениях и так далее. Поэтому, если вам интересно, и в частности, его цитата по поводу Ветхого Завета, он пишет, что некоторые ветхозаветные законы и наказания были ниже идеалов творения, потому что была такая культура, как сказал Сергей Львович. И Моисеев закон не является постоянным универсальным стандартом для всех народов. Таким образом, мы должны оценивать строгость строгих законов и наказаний в их древнем ближневосточном контексте, а не свете западной культуры. То есть, я думаю, что в этой книге это будет видно. Хорошо, давайте теперь поговорим о таких самых интересных моментах – это аргументы. Это критика аргументов Ричарда Доккинса, которая, опять же, не особо улучшилась. И мы рассмотрим моральный аргумент. Моральный аргумент. Я ожидал, что он будет взаимодействовать с критикой его подхода, но почему-то, опять же, он как будто просто не понимает, в чем суть аргумента. Вот он пишет. Так почему же некоторые считают, что вы нуждаетесь в Боге, чтобы стать хорошим человеком? Я вижу только две причины, и обе никуда не годные. Одна состоит в том, что быть хорошим нас учит Библия, Коран или еще какая-нибудь священная книга, и без такого свода правил мы не знали бы, что справедливо, а что нет. Другая возможная причина – люди придерживаются столь невысокого мнения о человечестве, что полагают, будто все мы, в том числе и политики, хорошо себя ведем, только если кто-нибудь, например, Бог, если уже больше некому, за нами подглядывает. То есть это удивительно, потому что моральный аргумент, он никогда не состоял в том, что нам нужна Библия, чтобы понимать, что такое добро и зло, или что нам нужен Бог, чтобы за нами подглядывать. То есть это очень странно, карикатура. Как раз когда я слушаю Вильяма Уэйна Крейга, он всякий раз подчеркивает, что речь не об этом идет, речь не идет о том, может ли атеист вести себя нравственно. Может. Об этом вообще нет никаких дискуссий. Более того, мы в Библии видим, что люди, которые не принадлежат народу Божию, они совершают достойные поступки, и Библия их хвалит. Начиная с повивальных бабок в Египте, которые вот саботируют приказ фараона, и они при этом египтянки. Но они саботируют приказ фараона, и там их Бог богословляет за них. Они не принадлежат Божьему народу, но они делают что-то, за что их Бог богословляет. Там в Новом Завете Кир, который царь, Бог называет его помазанником, а он вообще не израильтянин, он вообще не знает истинного Бога. В Новом Завете сотник Юлии поступает человеколюбиво, когда Павла и Спутников брасывают на остров Мальту, им островитяне оказали немалое человеколюбие. При этом они вообще их первый раз видят, наверное, точно не христиане, не иудеи, они не знают Бога никак. Но вот говорится, что они проявили человеколюбие, это отмечается. То есть, конечно же, люди неверующие могут совершать достойные похвальные нравственные поступки. Это и говорит само Священное Писание, нравственный аргумент он совершенно о другом. То есть, нравственный аргумент он о том, что когда мы постулируем существование добра и зла, мы уже апеллируем к негому стандарту, который существует независимо от нас и наших мнений об этом. То есть, если человек говорит, что атеист может вести себя хорошо, может, но по какому стандарту? Почему этот стандарт важен? Почему мы должны признавать именно его? Тут с Доггинзом интересная получается картина. Есть в интернете, лежит диалог между Доггинзом и Питером Сингером, очень известный философ, мутилитарист, ну и атеист, конечно. И они с ним беседуют о разных вещах, там о том, что каннибализм – это не так уж и плохо, о том, что можно умерщвлять уже рожденных младенцев. Ну вот Сингер, он такой очень своеобразный мыслитель. И Доггинз начинает с того, что говорит Сингеру, вот вы известны как один из самых нравственных людей в мире. Но для того, чтобы говорить о том, что кто-то там нравственный, мы должны исходить из какой-то четкой системы оценок. Мы должны иметь некий нравственный закон. Ну, собственно, как-то Крейг формулирует, что если Бога не существует, то объективных нравственных ценностей и обязательств не существует. Но объективные нравственные ценности и обязательства существуют. Следовательно, Бог существует. То есть объективные нравственные ценности и обязательства, мы их обнаруживаем всякий раз, когда мы хотим кого-то осудить или похвалить. Когда мы говорим, что кто-то поступает хорошо, кто-то плохо, что мы вообще произносим эту фразу, что человек может поступать хорошо без небесной следящей камеры, мы уже говорим о том, что существует некий критерий хорошести, причем некий объективный критерий хорошести, потому что не с его личной точки зрения, а вот есть некое нравственное обязательство, которое на нас всех лежит поступать определенным образом. И это, конечно, аргумент, который абсолютно обваливает атеизм. Я очень люблю нравственный аргумент. Вот у Крейга любимый аргумент – это калам, космологический. Я очень люблю нравственный аргумент, потому что он очень простой. И человек на него постоянно нарывается, потому что когда человек говорит, что церковники такие-сякие, я говорю, что же вы хотите сказать, что поступки церковников, они объективно плохие, они заслуживают осуждения? Ну да, конечно, говорю, с чьей точки зрения объективно плохие? Какой нравственный закон они нарушают? Только когда нам, с одной стороны, говорят, что нет никакого объективного нравственного закона, а с другой стороны церковники плохие, я, естественно, уточняю, а как это совместить? Для того, чтобы я мог кого-то порицать и говорить, что какие-то люди плохие, я должен иметь какой-то стандарт, с какой точки зрения они плохие. Причем некий стандарт объективный, потому что, ну хорошо, там, для каких-нибудь идейных расистов очень плохой человек, который вступает в межрасовый брак, страшное преступление. Для социал-дарвинистов плохой человек – это который заботится о больных детях. А вот они должны все умереть, потому что, естественно, отбор сказок в свое слово. Там, с точки зрения, не знаю, талибов, которых Докинс тоже очень поминает, тихим местным словом, там очень плохо пить вино, там и свинину есть. С точки зрения, там, индуистов, самый страх есть говядинь. Если все нравственные оценки людей – это просто оценки тех или иных групп, то тогда любая нравственная риторика, она бессмысленна. И любые упреки, когда Докинс кого-то упрекает, ну это как, если бы, не знаю, какой-нибудь пламенный кришнаин сказал бы, что Докинс вообще страшный, страшный из водей, он говядину ест. Ну, Докинс бы сказал, ну ем, ем. Но в случае, если у нас нет объективного нравственного закона, то любые нравственные упреки, они вот на таком же уровне. Ну да, там, ем говядину и что, и вина могу даже выпить, и даже красного, и что. Для того, чтобы мы могли говорить о том, что какой-то человек совершает дурные поступки, не просто с точки зрения нашей группы, а вот объективно он достоин порицания, мы должны апеллировать к какому-то моральному закону. И тут очень интересный парадокс, что, с одной стороны, это есть нравственное негодование. То есть там просто кипячение какое-то, там очень много праведного гнева и морального возмущения, вот там христиане злые дни там и так далее. А с другой стороны, оказывается, что не существует некого объективного нравственного закона, с точки зрения которого мы могли бы эти же христиане судить. То есть, конечно, атеист может поступать нравственно, мы с этим не спорим. И дело-то не в этом. Дело в том, что когда мы говорим, что кто-то поступает нравственно, мы хотим его похвалить, мы нуждаемся в каком-то стандарте нравственности, с которым этого человека не сравнивали. Да, верно. Поэтому вся критика, по сути, Докин за моральный аргумент, она просто бьет мимо цели. То есть все его объяснения... Он просто, как и с другими аргументами, причем ему на это указывал, например, другой атеист Майкл Рутс, что он просто его не понял. Он не понял аргументы, которые он критикует. Да, то есть, и по сути, как бы можно начать главу и даже не опасаться, что увидишь отражение, потому что он просто как бы критикует не то, во что мы верим. И давайте рассмотрим тогда сразу аргумент от замысла и борьбу с аргументом от замысла. Поразительно, но вопреки, наверное, сотне критиков академического уровня, его центрального аргумента, он приводит тот же самый центральный аргумент против замысла и против Бога в целом, который он приводил в Бог как иллюзия. Я зачитаю на странице 246. Но сколь бы невероятной не выглядела такая точность, любой Бог, способный ее обеспечить, будет по меньшей мере столь же невероятным. А иначе откуда бы он знал, в какую сторону крутить все эти рукоятки? Приплетать здесь к рассуждениям божество никак не поспособствует решению проблемы, а лишь отбросит нас на один этап назад. Это не объяснение, а вопиющее отсутствие такового. И он дальше, точнее ранее, опять же об этом писал и расширял этот аргумент о том, что если мы говорим о Боге, то это еще более сложное объяснение. Поэтому это никуда не годится объяснение, и мы должны считать, что все произошло по воле случая. Это центральный аргумент, как он называл в книге Бог как иллюзия. И это поразительно, что он его привел, просто вообще как бы не взаимодействуя с критикой. То есть, что вы думаете по этому поводу? Ну, действительно, тут одна из особенностей книги Токенза, что действительно прошло сколько лет, 13-14, и огромное количество было материалов, которые полемизировались с этой книгой, в том числе критики со стороны атеистов. Но, увы, он пропустил мимо ушей решительно. Что касается сложности Бога, то там, например, такие там. Токенз говорит так, что для того, чтобы предполагать, скажем, Бог – это нечто более сложное, чем вся Вселенная, и предполагать что-то сложное, чтобы объяснять более простое, ну, это неправильно методологически. Вот, что поскольку объяснения должны стремиться к простоте, что ему на это говорят? Ему говорят, что, во-первых, объяснение, которое стремится к простоте, оно, ну, это неверно. Вот, например, в том плане, как Альвин Фадзинга, он приводит пример, что мы прилетели на Луну и нашли там, на Луне трактора. Ну, какие-то машины мы там нашли сложные. И кто-то говорит, что, знаете, очевидно, поскольку это явно не мы, это какая-то инопонентная цивилизация. Прилетала и оставила тут свою технику. Ему говорят, ну, послушайте, инопонентная цивилизация – это нечто гораздо-гораздо более сложное, чем вот те трактора, которые мы видим. Следовательно, мы должны исходить из того, что трактора образовались естественным путем. Ну, и понятно, что это будет ошибка. Сложность, он тут пролетает очень сильно. Вот, допустим, я врук книгу Доггинза «Перерастая Бога». И я говорю, ну, конечно, некоторые предполагают, что книгу написал Доггинз. Но Доггинз – это гораздо более сложный объект, чем книга. И более того, издательство, вся цивилизация, здесь читатели, которые читают книги, издательства, которых издают там, типографии, которых печатают. Все это очень-очень-очень сложные системы, которые состоятся из чудовищного числа элементов. И как я буду объяснять такой сравнительно простой объект, как книга, привлекая такое огромное объяснение, как существование цивилизации. Книги читают. То есть сам довод, что объяснение должно быть проще, но он не работает. Ну и второе – ошибочное представление о Боге, как осложнено. Дело в том, что Доггинз, как материалист, он себе представляет супермозг или суперкомпьютер, который сидит, мигает лампочками, и, значит, там у него жесткий диск кряхтит, он просчитывает, как Вселенная должна быть устроена. Но Бог, он тут впадает в огромную путаницу, потому что сознание просто. Мы можем себе представить перо, о котором можно написать много сложных слов, но более близкая аналогия – человеческое сознание просто. В том смысле, что оно не состоит из частей. Вот мое «я», оно не состоит из частей. При этом у моего простого, неразборного «я» мог быть сложные мысли, сложные чувства, сложные переживания, сложные восприятия, сколько угодно. Я могу работать над сложными текстами, которые состоят из большого числа знаков, но при этом «я» прост в том плане, что «я» не разбирается на части. Вот компьютер разбирается на части, я не разбираюсь, я прост в этом отношении. То есть сознание, оно просто, и в этом отношении Бог прост. Бог не состоит из частей. Поэтому вся аргументация, которая исходит из того, что Бог очень сложный, она абсолютно исходит из полного непонимания того, как Бога представляет христианское богословие. И хочется отметить, что Докинс признает саму проблему тонкой настройки. И я вот очень люблю ссылаться на двух авторов, как я сам говорю о тонкой настройке, на Хокинга и на Докинса. Они оба атеисты, оба признают, что Вселенная тонко настроена так, чтобы поддерживать жизнь. То есть вот сам факт тонкой настройки, он признается, в том числе атеистами, это абсолютно не что-то такое христианское. И оба признают, что объяснения это нет. То есть Докинс говорит, что вот его не устраивает объяснение в виде Бога настройщика, потому что Бог еще сложнее. Но мы понимаем, что это не работает по двум причинам. Потому что объяснение не должно быть простым, не обязанным. Мы это на примерах рассмотрели. И второе, то, что объяснение, оно то, что Бог не сложит. Да, и опять же ссылку на статью доктора Крейга и доктора Планин я оставлю в описании к этому видео. И аргумент от замысла подробно доктор Крейг осматривает. И совсем недавно вышла книга «Настражен доктора Крейга на русском языке». И там он как раз таки взаимодействует с возражениями против аргумента от замысла. И давайте рассмотрим последнюю категорию возражений, которую можно обобщить так, что наука все объяснит в будущем. То есть, по сути, как вы сказали, что объяснений нет, но Докинс верит, что найдется некий новый Дарвин, который все объяснит. Я прочту фразу с Сатанисты 226. Некоторые люди поддаются искушению рассуждать в том же духе, в каком было принято говорить о живой природе до Дарвина. Мы пока не знаем, с чего вообще начался эволюционный процесс. Выходит, Бог должен был запустить его. Никто не знает, как возникла Вселенная. Выходит, Бог должен был создать ее. Нам неизвестно, откуда взялись законы физики. Выходит, Бог должен был придумать их. Где бы ни нашелся пробел в нашем понимании, его пытаются замкнуть Богом. Но недостаток пробелов заключается в том, что у науки есть неприятная привычка двигаться вперед и заполнять их. То есть это так называемый Бог белых пятен возражения. И по сути он и дальше пишет, что наука в будущем все объяснит. Всячески он в качестве, в частности он предполагает мультивселенную, в качестве возможного объяснения тонкой настройки. и другие инфляционные модели. Но основное возражение состоит в том, что это Бог белых пятен. То есть мы не знаем, как это появилось или как-то произошел некий феномен, поэтому это сделал Бог. Но наука когда-то в будущем объяснит вот этот феномен. Что вы думаете по этому поводу? Там обычно смешение, во-первых, смешение двух видов причинности, когда человек считает, что научное объяснение, оно как-то вытесняет религиозное. Ну смотрите, вот едет машина. Мы можем дать объяснение, почему она едет, двумя способами. Первое, мы можем сказать так, что в двигателе внутреннего сгорания происходят процессы, которые описываются физикой, химией, термодинамикой, там воспламеняется топливо, горячие газы расширяются, они толкают поршень, поршень перетусили на коленбал, коленбал на привод, машина едет. Мы это все можем описать на языке естественных наук. И поэтому суеверные представления о том, что это Иван Иванович повез своих домашних бабушке, их надо отвернуть. И конечно мы скажем, что при чем тут, собственно, каким образом, то, что работа двигателя может быть описана на языке естественных наук, отрицают, что Иван Иванович использует этот естественный процесс для того, чтобы достигнуть своих целей. Ну или там, например, с чайником, вот Ленокс приводит, он говорит, что вот кипячение чайника можно описать на языке термодинамики, это будет верное описание, а можно описать на языке моего целеполагания, я хочу чаю выпить. И описав процесс с точки зрения того, как он происходит, я совершенно не уничтожил объяснение с точки зрения цели этого процесса. То есть, точно так же успехи метеорологии, они нам никак не опровергли, что Бог посылает дождь на Землю. Бог посылает дождь на Землю, метеорология описывает механизм того, как он это делает. То есть, если, допустим, студента спросят о причинах северного сияния на уроке физики, а он скажет, Бог зажигает северное сияние, чтобы мы дивились чудесам его творения. Он двойку получит, не потому что он дал неверный ответ, ответ верный, а потому что это ответ не из области физики. его на физике спрашивают не про это, его на физике спрашивают, какой физический механизм этого явления. Северного сияния мы совершенно не опровергаем то, что Бог его зажигает, чтобы мы дивились его творению. Поэтому научное объяснение, оно в принципе не вытесняет религиозно. Они лежат в разных плоскостях. что касается, поэтому то, что Бог сделал это и наука объяснила, как это произошло, они друг друга не вытесняют никак. Другая проблема, которая у него возникает, наука не может объяснить все просто в силу своей природы, потому что научный метод, он работает на повторяющихся наблюдениях и воспроизводимых экспериментах. Ключевое слово воспроизводимость. И на те вопросы, на которые ответ не может быть получен, таким образом, они просто не входят в сферу действия науки. Я помню, как я слушал в Тичин Компани циклу лекций про науку, про то, как она работает. Или в первой же лекции человек говорит, что наука не отвечает на вопрос, на ком вам жениться, наука не отвечает на вопрос, существует ли Бог, наука не отвечает на вопрос, за кого вам голосовать, и хороший ли человек ваш сосед. Все эти вопросы, они могут быть очень живыми и важными, но они находятся вне сферы действия науки. Поэтому, когда Докинс говорит, что наука нам ответит на все вопросы, есть ряд вопросов, которые для науки недосягаемы, например, по вопросу происхождения Вселенной. Потому что наука описывает уже возникшую Вселенную. Для того, чтобы мы могли приложить научный метод, произвести какие-то наблюдения, эксперименты и сделать из них выводы, Вселенная уже должна существовать. Более того, есть то, что Юджин Виннер называл непостижимой эффективностью математики. Это то, что Вселенная обладает математической структурой. Некоторые математические уравнения, которые люди составили просто в порядке игры ума, они потом оказывались описывающими реальную, физическую реальность. То есть наука не объясняет, откуда берется вот эта упорядоченность. Почему мир упорядочен, почему он логичен, откуда? Там те же законы физики. Наука не может ответить на вопрос, откуда взялись законы физики, потому что законы физики не уже предполагаются, она уже предполагает эту упорядоченность. Поэтому, конечно же, вера в Бога белых пятен, она просто основана на путанице в категориях, и наука не отвечает на все вопросы. Просто, когда Стивен Хокинг сказал, что происхождение Вселенной можно объяснить законами гравитации без всякого бога, он сделал грубую философскую, то есть он выдающийся космолог, я к нему отношусь с глубочайшим почтением космологов, но законы гравитации это нечто такое, что мы наблюдаем в уже существующей Вселенной. Для того, чтобы они могли как-то, причем они даже не действуют, законы не обладают какой-то действующей силой, они описывают то, что происходит, те регулярности, которые существуют во Вселенной, и для того, чтобы эти регулярности имели место, Вселенная уже должна существовать, то есть объяснить происхождение Вселенной законы никак. Да, то есть эта фраза Хокина, она действительно очень интересна, потому что он, по сути, говорит, что поскольку существует закон гравитации, то Вселенная может и должна создавать сама себя из ничего, то есть, но это предполагает, что ничего не было, а был закон гравитации, то есть это, по сути, круговая аргументация. Это, я помню, там, в 90-е годы видел прекрасную изданную книжку, какой-то перевод, ее первоначальники французы издали, потом наши перевели, и история Вселенной. Сначала не было ничего, а потом произошел большой взрыв. Примерно так она и выглядит. Друзья, хорошо, мы рассмотрели вкратце основные возражения, понятное дело, что их было гораздо больше, но я думаю, в целом идея понятна, то, что происходит в книге Ричера Докинза, и подробную информацию вы можете найти в статьях Сергея Львовича, которую я оставлю в ссылке в описании, и возможно мы также тоже об этом напишем какие-то более подробные статьи, и я думаю, что этот подкаст, он, или реакция, она будет полезна в том, чтобы увидеть общее направление рассуждения Докинза. И самая последняя фраза в его книге звучит так. По моему мнению, мы должны набраться смелости, повзрослеть и покончить со всеми богами, а как по-вашему? А как по-вашему, друзья, то есть выводы делайте сами, то есть по сути, мы должны повзрослеть, но почему-то вот такого рода критика со стороны атеизма, она не взрослеет, и он не ответил и не взаимодействовал ни с одним возражением, которое привели, и это бросается в глаза. Поэтому, друзья, выбор остается за вами, что более разумно, убедительно, где вы видите факт, где домысел, где ложь. Опять же, ссылки я оставлю на материал в описании к этому видео. Сергей Львович, спасибо, что были сегодня с нами, это было очень полезно. Сергей Львович ведет радиопередачу «Сто вопросов атеиста» и также «Христианство. Трудные вопросы», верно? Да. Вы можете их посмотреть, опять же, по ссылке в описании, очень полезный эпизод, я думаю, что на русском языке это одни из лучших таких аполитических подкастов, которые можно услышать в СНГ, в принципе. Спасибо, что были с нами, друзья, подписывайтесь на канал «Разумная вера», оставляйте ваши отзывы, комментарии, пожелания для будущих эпизодов, мы будем рады их рассмотреть. Я Львович, еще раз спасибо, пусть благословит вас Господь, спасибо за ваше служение. Спасибо, спасибо, до свидания, с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok,